С самого утра Николая Денина ждали сразу в нескольких местах. В этом году в Гордеевке после капитального ремонта открываются несколько социальных учреждений. Работники районной больницы похвалились губернатору новеньким пищеблоком. Для сравнения показали и прежний, который уже давно находился в аварийном состоянии. Теперь, делились с Дениным радостью сотрудники, изменятся не только условия работы поваров, но и качество продуктов. Рядом с пищеблоком построено и овощехранилище. В этом году Гордеевский район, как один из лучших по социально-экономическим показателям, получил на благоустройство 10 миллионов рублей. Глава региона лично проинспектировал, куда пошли эти деньги. Долгожданная стройка здания автовокзала. Прежде функцию автобусной станции выполнял вот этот вагончик. Летом, говорят жители, ещё куда не шло. А вот зимой приходилось совсем туго. И билетёрам в неотапливаемом фургоне, и самим пассажирам, мёрзнущим на улице. Эти денежные средства мы решили израсходовать. Сделать хорошо районный центр, то есть сделать тротуары по трем улицам сегодня. Сделать сегодня небольшой автовокзальчик, которого сегодня не было в Гордеевском районе. У Дома культуры высокие гости встретили караваем, песнями и танцами. И словами благодарности. Ведь если бы не областные деньги, не видать гордеевцам нового клуба и парка отдыха. В субботний день он оказался забит до отказа. По словам местных жителей, которые пришли на открытие Дома культуры, теперь жизнь селян улучшится. Ведь практически все местные события проходят в сельском клубе. После капитального ремонта он изменился до неузнаваемости. Всё новое. Окна, стены, потолки и даже зрительный зал на 260 мест. Николай Денин, поднявшийся на сцену, привёл Гордеевский район в пример. При всём его скромном экономическом потенциале, район не сдаёт позиции и даже наращивает объёмы производства. По итогам сельскохозяйственного года Гордеевский вместе с Жирятинским и Трубчевским районами оказался в тройке лидеров. Сергей Симоненко Николай Денин лично вручил в Эмпел. Затем привёл общие областные показатели. Похвала досталась лучшим районам и хозяйствам области. А поздравления всем работникам сельского хозяйства.